Привет! Я Ира, вы на канале Оставайтесь в креслах, и сегодня расскажу вам про книги, которые мне понравились, которые мне не понравились, которые я недавно купила и которые собираюсь прочитать. Расскажу про все это, отвечая на вопросы тега «Две книги одним махом», эстафету, в котором мне передала Лена с канала Once Upon a Time. Она этот тег позаимствовала на англоязычном буктюбе, перевела его и усиленно распространяет на русскоязычном буктюбе. Специфика этого тега в том, что в каждом вопросе так или иначе фигурирует цифра 2, пара, номер 2, Ну, увидите. Оставайтесь в креслах. Первый вопрос. Предпоследняя прочитанная книга. Здесь назову Крудо, Оливия Лэнг. Книга эта небольшая, но читала ее довольно долго, потому что это не такое легкое чтение, и это точно не чтение, которое я рекомендовала бы всем подряд, но при этом книга мне понравилась и доставила такие интересные литературные впечатления. По сюжету это какой-то не очень важный момент, отрывок в жизни женщины, в то же время очень важный, так вот если подумать, накануне ее свадьбы и после ее свадьбы. Главной героине 40 лет, и она переживает такой своеобразный жизненный кризис. Она переходит из разряда богемной, артистической женщины, которая прыгает с места на место, летает по всему миру и знакома с самыми разными удивительными людьми в статус такой устойчивой, обеспеченной, буржуазной жены. И все это она переживает со всеми сопутствующими состояниями. Там очень много тревоги в этой книге, очень много политической, экологической повестки. Все это передается в формате такого потока сознания. Тут я вспомнила про миссис Деллауэ Вирджини Вольф, тем более, что я знаю, у Оливии Лэнг есть книга про Вирджини Вольф, которую я, кстати, собираюсь прочитать. Она очень меня интригует и манит. Это такой литературный эксперимент, и в то же время очень точное, какое-то живое наблюдение жизни, ну, во многом близкое и понятное мне. Вот. Поэтому хорошая книга, я довольна, что ее прочитала. Второй вопрос. Предпоследняя новинка в моей библиотеке? Либо вторая книга в списке чтения? На предпоследнюю новинку записала себе раннюю пташку Джаспера Форда. Хотела вам ее показать, в том числе, потому что это такой пример, как моя библиотека формируется порой. Я прочитала эту книгу в электронном формате, о ней я очень хорошо отзывалась в предыдущем прочитанном, и она мне понравилась настолько, что я решила ее купить. Я подумала, что я буду рада оставить ее в своей библиотеке и вернуться к чтению как-нибудь. И в то же время я так в голове держала, что это в случае чего будет хорошим подарком, потому что я восприняла раннюю пташку как одну из тех книг, которой читать увлекательно, приятно, она такая с приключениями, с юмором, с неожиданным сюжетным твистом, который можно предложить разным читателям в надежде, что она им понравится. И вот буквально сегодня, перед тем, как это видео записывать, я упаковал ее в подарок одному хорошему человеку, надеюсь, она ему понравится. Ну и вторая часть вопроса, вторая книга в списке для чтения, то, что я собираюсь читать, под номером 2. У меня нет в списках как такового для чтения, но у меня есть некие ждущие съемок проекты для видеоблога. И на втором месте примерно где-то там неделя чтения комиксов. В частности, потому что недавно я приобрела сказки Билла Уиллингхэма. Это комикс, в котором сказочные персонажи живут в Нью-Йорке, таким отдельным гетто. Они не афишируют свою сказочность, пытаясь сохранить свою аутентичность и свою тайну. И тут у них начинает происходить загадочное убийство, которые могут их всех разоблачить, и вообще все сообщество поставить под удар. Интересно, мне понравилась и рисовка, и манера изложения, история, степень взрослости этой сказки. В общем, предвкушаю эту неделю чтения комиксов, и в частности, комиксы-сказки. Третье. Две книги, получившие тройбан. Тройки по пятибалльной шкале. Оценки такие. Здесь не без сожаления покажу «Медведь и соловей» Кэтрин Арден. Это первый том из трилогии американской писательницы, которая фантазирует на тему русского средневековья и использует фольклорные мотивы, в данном случае «Морозко». Хорошая заявка, интересная, многообещающая, но в то же время и много требующая от автора. Мне кажется, здесь автор не дотянула, как в плане обращения к историческим мотивам, так и в плане самого сюжета. Заявляет тему интересно, но не вытягивает, как мне кажется. Подробнее о том, как я читала «Медведь и соловей» есть в неделе чтение зимних книг. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Вторая книга, которую получила тройбан, это «Хаузвич». Про то, почему я ее не дочитала, кстати, и почему здесь я ее как троечную выношу, я рассказывала во влогмассе. Тоже ссылку оставлю. Когда я покупала «Хаузвич», я рассчитывала, что это будет красивая такая эстетизированная, упакованная в сказку про ведьмовство, руководство по саморегуляции. Потому как женщина может обратиться к своим внутренним ресурсам, к каким-то чисто женским качествам, которые в нашем обществе, допустим, недооценены. Я уже говорила про разделение на мужские и женские качества, где мужские кажутся более крутыми и благородными, а женские так, ну, второстепенными. В общем, что-то для меня вот это прозвучало, когда я покупала «Хаузвич». К тому же она красиво оформлена. Оформление там действительно классное, за него сразу три неглядя. Но по сути это очень буквальное описание какого-то современного ведьмовства. Типа там, какими травами окуривать дом и как ублажать духов домашнего очага. В общем, слишком буквальная и прикладная трактовка темы ведьмовства. Мне такое неинтересно. Как говорится, не моя чашка чая, не мой кусок пирога. Хотя для кого-то наверняка именно такие тексты нужны, чтобы поддержать себя каждый день, чтобы как-то вдохновение получить, какую-то фантазию в свою жизнь впустить. И такие практики, возможно, поддерживают и повышают настроение. Поэтому я не отрицаю существование таких направлений. Но, в общем, сама с этой книгой рассталась. Четвертый вопрос. Две отличные книги одного автора. Здесь у меня записаны две книги о Лене де Батоне. Это такой поп-философ его называют, современный английский, несмотря на французскую фамилию. У меня есть одна из этих классных книг, про которые я хочу сказать. Это «Утешение философии». Здесь он рассказывает классические философские концепции в прикладном смысле. У него еще, кстати, есть классная книга про то, как пурс может изменить вашу жизнь. В общем, простым языком философские концепции, которые в повседневной жизни могут избавиться от каких-то мучительных установок, которые нашу жизнь отравляют. Очень она мне нравится. Кстати, я ее давно не перечитывала. Я бы с удовольствием взялась за нее. Отложу себе поближе. И вторая книга – это «Искусство путешествий». Тоже я ее очень медленно читаю. Сейчас по чайной ложке, но она мне нравится. В этом «Искусстве путешествий» он, с одной стороны, рассматривает разные умозрительные события, которые с нами происходят во время путешествия, чего мы ожидаем от путешествия, почему именно нас манит вот эта идея перемещения в какое-то райское пространство, какие механизмы нами двигают, когда мы испытываем воодушевление или, наоборот, разочарование в путешествии. В общем, он такие тоже психологические, философские аспекты рассматривает. Это классно. И кроме того, он каждую из глав своего текста сопрягается с каким-то классическим текстом. То есть он иллюстрирует это все литературой. Вот это тоже классно. Отличная книга. Безусловно, рекомендую, приветствую и себе хочу все-таки заиметь. Я вот так борюсь между ощущением, что я всегда могу в электронном формате эту книгу почитать и ощущением, что все-таки надежнее ее иметь на полке. Настолько она мне нравится, что я ее готова иметь на полке. Пятый вопрос. Две книги, которые стоило бросить, либо нелюбимые? Таких книг очень немного оказалось у меня в памяти, потому что я, видимо, их просто не забываю, не запоминаю. Они просто отторгаются, как ненужная информация. Но вот я по сузикам поскребла и вспомнила, что год назад читала «Волхват» Джона Фауза. Я его дочитала, но теперь, как я понимаю, даже спустя год, после того, как я недавно перечитала «Любовницу» французского лейтенанта, ну ничего бы я не потеряла. Вот в моей личной читательской истории ничего бы такого важного не изменилось. Брось я этого «Волхва» недочитана. И «Просто Дурсон». Эту книгу Руни Белсвика очень любят на Буктюбе, как я поняла. Она действительно, ее есть за что любить. У нее очень красиво. Тут и Варвара Помидор нарисовала иллюстрации, которые эту книгу просто подняли на новый уровень. Ее сравнивают с мумитролями, что меня еще вдвойне коробит, потому что мне кажется, что по своему внутреннему посылу, по своей философии мумитроли гораздо глубже и точнее, чем то, что Руни Белсвик делает. Но эту книгу все просто неизбежно как-то вот полюбили. Я очень мало слышала о ней критичных отзывов. Это мое непопулярное мнение, да. Ну вот так что все еще у меня дома стоит по не знаю каким причинам. Есть ряд причин таких неочевидных. По каким она все еще у меня есть. Шестое. Две лучшие книги года. В этом году я впервые в своем инстаграме стала отмечать книгу месяца. Я осознаю, что в конечном итоге лучшие книги года не обязательно будут совпадать с лучшими книгами месяца. Так, например, в марте я прочитала свою комнату Вирджиниу Вольф, и она точно войдет в лучшие книги года. Однако лучшей книгой месяца я назвала Цирцеева Длин Миллер. Как я читала эссе «Своя комната Вирджиниу Вольф», можно посмотреть поподробнее. 24 часа чтения, ссылку на него оставлю тут. Во-первых, эта книга мне доставила удовольствия, а во-вторых, она такая вот программная, фундаментальная, которую точно можно назвать хорошей, важной книгой года. А эта, например, была лучшей в январе. Валькирия. Она, во-первых, для января подходящая, зимняя. Она увлекательная. Она с очень классными историческими отсылками. То есть это вообще я ожидала фэнтези, а это оказался исторический роман, приключенческий, любовный, становление личности роман. И женский роман, короче, по всем параметрам, одна из лучших книг года, вот она. Седьмой вопрос. Два новых, любимых книжных блогера. Здесь первым делом назову канал «Литмод». Его ведет Ксения. Ксения – преподаватель на кафедре романа германских языков, если я правильно помню. Живет она в Нижнем Новгороде. У нее небольшой блог, она его недавно ведет, но я просто была поражена, когда увидела, какой у нее уровень вообще восприятия вот этого видеотекста. Как она видит разные ракурсы, как она держит себя перед камерой, как она все это монтирует, как она режиссирует весь этот выпуск. Мне кажется, просто это уровень хорошего, уже опытного блогера. И при этом мне очень нравится ее подход к книгам и к фильмам. Она киношный контент тоже так вот отдельно ведет планомерно. В целом, те отсылки, которые она видит в тех или иных художественных текстах, те идеи, которые у нее возникают в той или иной связи, они мне созвучны, понятны, комфортны. Мне слушать ее приятно и интересно. С огромным удовольствием рекомендую вам присмотреться, подписаться. Я и в разделе «Сообщество» уже рекламировала один из выпусков у Ксении. Кстати, в разделе «Сообщество» я время от времени что-нибудь интересное выкладываю, так что заходите, посматривайте. Вторым номером назову канал Ольги, который называется «Читательский привет». Тоже мне нравится ее подход к книгам. Мне нравится ее картинка, как она снимает, как она монтирует. И мне интересны книги, про которые она рассказывает. Но тут надо понимать, что у нее много книг детских, таких с детским каким-то уклоном. Поскольку у меня тоже есть дети, и издательство «Самокат» для меня как родное, я с большим интересом смотрю. Но читает она, конечно, не только детские книги, но и взрослые тоже. В общем и целом, мне этот блог кажется тоже очень симпатичным и перспективным, поэтому с удовольствием про него скажу. В качестве своего такого недавнего открытия. Блог «Читательский привет». Восьмой вопрос. Книга, прочитанная два раза. Здесь назову «Процесс Франца Кавки». В марте я перечитала его для книжного клуба «Банда Бокс», который устраивает Оксан из канала «Оксбокс». Я не могу сказать, что это было чтением для удовольствия, для наслаждения и все такое, но в то же время это было хорошее, качественное чтение, очень плодотворное, которое мне было интересно, в том числе, потому что я сравнивала свои впечатления от чтения «Процесса» 20 лет назад и сейчас. Мне было интересно наблюдать за собой, читателем. Мне было интересно открывать Кавку, открывать свои ощущения от Кавки, совершенно иные, чем 20 лет назад. В общем, это тоже было такое увлекательное приключение, литературное, скажем так. Девятый вопрос. Две цитаты из недавно прочитанного. И первая цитата из Круда, как раз о которой я упоминала в первом пункте, это книга Оливии Лэнг. Здесь речь идет о главной героине. «Вещи. Она все больше и больше их любила. Старые вещи, случайно расставленные, словно яблоки, осыпавшиеся с яблони. Такие небрежные, такие благородные. Она хотела кусты, подстриженные в форме шара, и фруктовый сад. Может, озеро. Она хотела дубы и холодный камень. Может, собственность, она как красота, она делает тебя непроницаемым. Кэти ненавидела проницаемость. Она хотела быть позолоченной. Кто же не хотел? Эта цитата мне нравится как такое точное признание себе себя, что ли. Потому что Кэти всегда была такой дерзкой бунтаркой, нонконформисткой, капиталистической, вот такое буржуазное мышление ей чуждо, принципиально, идеологически. Но в 40 лет, выйдя замуж, она обнаруживает, что любит вещи, что они дарят ей ощущение безопасности, что они дарят ей вот эту броню, вот эту золотую броню, которая делает ее менее уязвимой. Вот как она себя чувствует, оказывается. Это какой-то пример того, за что мне понравилась Круда. Вторая цитата из мистера Пиквика. Беднягу мистера Пиквика я читаю с января потихоньку, по голове в месяц, хотя это совсем не такое сложное чтение, как у Лис, например, которого я тоже читаю по голове в месяц. Я должен отомстить немедленно. «Начинайте, сэр», – ответил мистер Пиквик. Возбужденный этим диалогом, героический муж поспешил встать в позу человека, разбитого параличом, предполагая, вероятно, как заключили двое свидетелей, что таковой должна быть оборонительная позиция. Этот деликатный, деликатный подколы, которыми напичкал просто свой текст Диккенс, они меня восхищают. Как говорится, ругайся, как Диккенс. Стильная брань. Так, и что тут? Десятый вопрос. Передать тег четному количеству людей, блогеров. В первую двойку войдут упомянутые «Литмод» и «Читательский привет» Ксения и Ольга. А во второй двойке назову блог «Ирина. Книжная беседка». А также Ксюша с канала «Осторожно книги». С удовольствием, девочки, посмотрю ваши ответы на эти вопросы. Надеюсь, вам до меня эти вопросы еще никто не передал. Ну, как бы то ни было. Я подстраховалась, назвав целых четыре блога. Вопросы этого тега я оставлю в описании к этому видео. Пожалуйста, давайте ваши ответы на все вопросы или на те вопросы, которые показались вам наиболее любопытными. Мне очень всегда интересно читать, что у вас на ту же тему. Спасибо, что были со мной. Встретимся в новых выпусках. Пока.